Более 350 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности в этом году. Количество проступков снизилось, однако работать надо еще над искоренением процедурных нарушений при оформлении тех или иных взысканий. Очередное заседание Совета по этике было посвящено вопросам работы дисциплинарных комиссий. Подробности в репортаже. 263 представителя местных исполнительных органов и еще 113 госслужащих территориальных подразделений центральных государственных органов были привлечены к дисциплинарной ответственности в этом году. Анализ аналогичного периода прошлого года показал, что произошло уменьшение количества проступков на 22%. Однако никак не удается искоренить нарушения норм служебной этики, говорит Дина Абаева. Государственные органы ежеквартально предоставляют отчетные сведения по наложению к дисциплинарным сысканиям. Департаментом проанализированы представленные материалы дисциплинарных комиссий государственных органов. Установлены факты процедурного нарушения рассмотрения ответственности государственных служащих. К примеру, в Департаменте юстиции было назначено служебное расследование через 8 дней вместо положенных 5. Да и проверять материалы и сведения о дисциплинарном проступке должны объективные всесторонние. Требуется и объяснение самого госслужащего, в отношении которого проводится проверка. Этот момент оказался спорным для чиновника из Шахтинска. В итоге выяснилось, что аппаратом Акима Шахтинска допущено нарушение прав государственного служащего, в связи с чем незаконный акт должен быть отменен. Необходимо отметить, что процедурные нарушения могут впоследствии привести к обжалованию акта и действия государственного органа, в связи с чем при рассмотрении ответственности государственных служащих необходимо неупознительно соблюдать требования законодательства и не допускать нарушения их конституционных прав. Следует отметить, что в первом полугодии этого года за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, привлечен один госслужащий. В прошлом году за аналогичный период было два таких взыскания, а в 2021 году – аж пять.